Вот комната Зои Александровны. Здесь её вещи привезённые с её квартиры, всё тут. Ну, конечно, уже часть вещей осталось, но они душу греют, как говорится. Уютно, конечно. Всё хорошо у меня, всё постели отдельно. На девятом десятке Зоя Александровна обрела не только новый дом, но и новую семью. После смерти мужа она осталась совсем одна. Опеку над немощной бабушкой взяли её хорошие знакомые, тоже пенсионеры, супруги Ерофеевы. Накормят, боят, вымоют. А остальное всё, Таня всё сама делает. Так она меня уматерила. Зою Александровну одинокой теперь никак не назовёшь. В одночасье у неё появились четверо правнуков. Коленки делят. Бабушкина коленки. Старше пять лет, так он уже меряется ходит. Сколько он по бабушке вырос. Любят они её. И она их тоже. Да, но мы просто баба Зоя, баба Зоя для них, она бабушка. Как ваши дела, как здоровье? Здоровье лучше всех. Здоровье, долголетие, бодрости, оптимизма. Спасибо. Чтобы вас всегда окружали любящие вас люди, близкие любящие люди. Это образцовая семья для пожилого, считает министр социального развития Пермского края Татьяна Абдулина. В нашем регионе проект, представляющий собой реальную альтернативу домам для престарелых, развивается с 2006 года. Семейный уход сейчас получают уже более 1200 ветеранов и инвалидов. Это проявление всё-таки гуманности к человеку, который остался по воле обстоятельств один в этой жизни. И я считаю, что это очень важный проект. И даже то, что у нас каждый год, ежегодно мы увеличиваем количество людей в этом проекте, это как раз говорит о том, что люди не безучастны к человеческому одиночеству. В подмогу опекуну, помимо ежемесячной выплаты в размере 3300 рублей, также предлагаются услуги психолога и социального работника. Это помогает преодолевать неизбежно возникающие в быту проблемы. Елена Закирова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.